увидел лесной ручей и мне вспомнилась книга замечательного русского свидетеля тихона задонского который называется сокровищу духовное от мира собираемая эта книга состоит из коротких рассказов в которых святитель пользуясь образами временной жизни буквально тем что нас окружает переводит взгляд своего собеседника на вещи вечные и бессмертные и вот одним из таких рассказов в его книге является рассказ под названием вода мимо текущая мне сегодня вспомнилась история из рассказов митрополита Вениамина Фетченкова еще одного замечательного духовного писателя и вот он вспоминал свою маму простую женщину которая темными зимними вечерами любила садиться и читать духовную литературу и вот он вспоминал как она иной раз сядет у печки откроет книгу и прочтет только название главы вода мимо текущая и заплачет от умерения вот уже само название как бы так как-то вот душу и возбуждала к благочестию само название как-то поддерживала ее давала ей духовные силы и сегодня к вниманию наших слушателей я хотел предложить этот замечательный рассказ святителя Тихона Додонского вода мимо текущая что вода мимо текущая то и жизнь наша и все в жизни случающееся видим что вода в реке непрестанно течет и проходит и все по верху воды плывущие как то лес ссоры прочее проходит христианин так жизнь наша и жизни все благополучие и неблагополучие мимо идет не было меня прежде и вот я есть в мире как и прочие твари руки твои сотворили меня и создали меня как говорится псалтирь был я младенец и прошло то был я отроки то прошло был я юноша это отошло от меня был я муж совершенно и крепкий минуло это ныне сидеют волосы мои и от старости изнемогаю но это проходит и к концу приближаюсь и пойду в путь всей земли родился я на то чтобы мне умереть умираю ради того чтобы мне жить помяни меня господи во царстве твое что со мной случилось то и со всяким человеком был я здоров и болен и опять здоров и опять болен и прошло это был в благополучие неблагополучие прошло время и со временем все миновало был я в чести прошло то время и честь от меня отступила люди меня почитали и поклонялись минуло то время и не вижу того был я весел был и печален радовался ей плакал и ныне тоже со мной случается проходят дни проходят с ними печали веселья радость и плачь хвалили меня из лавили люди хулили и поносили и которые хвалили тень проклинали а которые хулили тень и хвалили прошло время прошло и все миновала хвала и хула слава и бесславия тоже слышу и ныне то хвалит-то хулит-то прославляю то бесславит знаю что это минет пройдет время пройдет хула и хвала, слава и бесславия. Что со мной случилось и случается, то и со всяким человеком, живущим в мире этом. Таков мир, таково и постоянство его, такова и жизнь наша в мире. Беден человек от утробы матери своей даже до гроба. Рождается с плачем, живет в мире, как корабль в море плавает. И то восходит, то не сходит, то поднимается, то опускается и умирает с плачем. Жил я в богатом доме, жил и в хижине. Прошло время, и такой покой отступил от меня. Живу сегодня в хижине и тесноте, и того не будет. Сидел я за богатой трапезой, сидел я за скудной. Прошли дни эти, прошло и все, что в них было. Это же и ныне случается, и это пройдет. Вкушал я сладости и горести. Отступил вкус, отступила сладость и горесть от меня. Слышал сладкую музыку. Прошло время слышания, и перестало мое веселье. Одевался я в хорошую одежду. Прошло это время, отошло то одеяние от меня. Ездил я на колеснице. Прошло то время, нет того. Стояли передо мной слуги. Прошло то время, и отступили они от меня. Имел я друзей и приятелей. Прошли те дни, и обратились они, кто во врагов моих, кто во лжебратья. Что со мной, то и со всяким случается. Где то время, в которое счастлив я был, в которое был здоров, весел, радостен, славим, хвалим, почитаем, в которое богатой трапезой и музыкой утешался и ездил на колеснице. Прошло время, прошло и все с ним несчастье мое и утешение мое. Где то время, когда я был несчастлив, болен, печален, скорбен, хулем и поносим, укоряем и ругаем. Прошли те дни, прошло и все то несчастье мое. Пройдет и все, что ныне в этом времени случается, и как все с приходящим временем проходит. Что один человек на себе узнает, то со всяким случается. Нет такого человека, который бы от рождения до смерти в неизменном пребывал благополучии или неблагополучии. Как под небом то ведра, то пасмурно, то непогода и буря, то ясная тишина бывает. Так и всякому человеку случается то в благополучии, быть. То в неблагополучии, то в страхе, то в покое, то в печали, то в радости быть. Но как дни и часы проходят, так всякое счастье и несчастье с ними проходит. Видишь, христиане, что как вода мимо текущая и все по ней плывущая, так время нашей жизни и все со временем благополучия и неблагополучия наши проходит. Так и вся наша жизнь пройдет. Как ныне у нас прошедшие дни наши и все в них случившееся, счастье и несчастье наше прошло, так и вся прочая жизнь наша и все, что случится, в ней пройдет. И как прошедшие дни наши, как во сне, видим. И с ними все благополучие и неблагополучие. Так и прочее время при конце жизни, как во сне будем видеть. И только помнить будем тогда и мечтать, что то-то и то-то с нами было. Такова-то наша жизнь в мире этом. Не такой будет жизнь будущего века, как Слово Божие и вера наша уверяет. Там жизнь наша однажды начнется, но никогда не кончится. Будет непрестанной и непременной. Тело наше не будет иметь немощи, дряхлости, старости, смерти и тления. А будет тело духовное, нетленное, бессмертное, здоровое, сильное, легкое и благоцветущее. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Ибо тленному сему надлежит обличие в нетлении, и смертному сему обличие в бессмертии. Когда же тленность и облечется в нетлении, смертность и облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа? Как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Так же будет нам слава, честь, покой, мир, утешение, радость, веселье и все блаженство непрестанное. Непрестанно будут видеть Бога лицом к лицу избранники Божьи и от того непрестанно утешаться, радоваться, веселиться. Непрестанно будут со Христом, как члены с головой, царствовать. Ведь, как говорит апостол, с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Так же и в неблагополучной вечности непрестанно будет смерть. Однажды умерев, осужденные непрестанно будут умирать и желать смерти. Непрестанно будут мучиться и страдать, и никакого не будут чувствовать утешения, прохлаждения, облегчения. Это смерть вторая и смерть вечная. Отсюда следует. Первое. Поскольку временная наша жизнь непостоянная, и все в ней изменяется и проходит, то не должны мы к временным и мирским вещам прилипляться, а со всяческим усердием вечной жизни и тех благ искать. О горнем помышляйте, а не о земном, говорит нам апостол. Второе. Благополучием этого мира, то есть богатством, славой, честью, похвалой и прочим не превозносится, ибо всякое благополучие временное, как приходит, так и отходит от нас, и бываем как один из несчастливых, нищих, бедных и презренных. Третье. В неблагополучие не унывать, так как и оно проходит. И как после прошедшей ночи бывает день, и после бури и непогоды бывает хорошая погода, так и после скорби и печали радость, а после неблагополучия благополучие приходит. Четвертое. Клеветуху, ление, укорение и поношение своевольных и беззаконных людей нужно великодушно терпеть и не огорчаться, ибо и это все проходит. Сирен же бог и клятву их во благословение нам обратить, по сказанному. Они проклянут, ты же благословишь. Из Псалма 108. Пятое. Кто в терпении, в благополучии и неблагополучии равнопостоянен будет, тот в тишине, покое и мире всегда будет пребывать. И благоприятное, сладкое, Христово житию подобное и сообразное будет иметь житие. И на земле небесном будет чувствовать радость. И во временной жизни, в вечной жизни сладости вкушать. Господи, помоги мне. И да возвесерятся уповающие на Тебя, вовек возрадуются, и Ты всеришься в них, и похвалятся о Тебе, любящей имя Твое. Из Псалма 5. Из Псалма'. Продолжение следует...